Приятно было, вы знаете, когда везут в автобусе, и ты видишь, что идет народ, у нас, у самих поднималось на троение, не хотелось, в общем-то, подводить своих болельщиков, которые, в общем-то, жили хорошими надеждами. На снимках 66-го торпеда до отказа заполнен болельщиками Владимирский трактор. Тогда выигрывал игру за игрой, а сам Евгений Гадалов поставил рекорд клуба. За сезон забил 18 голов и никакой звездной болезни. Жили футболисты в общежитии, а играли почти на голом энтузиазме. Вот мы уезжали на игру, не брали тех людей, чтобы лишних людей не было. У нас на командировочных не хватало денег. И мы ездили с одним из двумя запасными игроками. Это нонсенс по теперешнему времени нам. Сейчас команды едут, 11 основных игроков и 11 запасных. То есть в любой момент могут заменить. А тогда этого не было. Сегодня Евгений Гадалов легенда. Его имя во всех книгах о Владимирском футболе. Но свой путь к футболу начинал тяжело. Детство прошло в Лакинске во время войны о спортивных залах. Тогда и речи не шло. Для игры даже мяча не было. Обычный чулок женский. Набивали туда сено или солома или что-то. Завязывали. И вот этим мячом мы играли. За редким исключением, где-то нам кто-нибудь когда-нибудь даст. В детском саду мы однажды там украли мяч. На самом деле у детишек украли. Дети сами украли у детей мяч. Он на протяжении пяти лет был лучшим бомбардиром Владимирского трактора. А сам грезил о сцене. Любил играть на гармонии и хотел быть артистом. Судьба сложилась по-другому. За него боролись лучшие клубы страны. Но Гадалов решил остаться в родном Владимире. В свой 80-й день рождения признается. О выборе не жалеет. Хоть сейчас на игру родного клуба заходит редко. Торпеды играют при полупустых трибунах. Владимирцы спортом интересуются мало. Да и сам футбол изменился. Сейчас все делают деньги. Уровень любой команды высшей лиги будет зависеть от того, каких они игроков купят. Не воспитают, а купят. Они купят, заплатили деньги. Зачем возиться с теми людьми, которые ниже их уровня. Сами торпедовцы к легенде относятся с трепетом в день рождения. Для юбиляра, поздравлений и почетные грамоты. Как удается сохранить здоровье в 80 лет, у Евгения Алексеевича секрета нет. Диет не соблюдает, лекарств почти не пьет. Но разве что... Физкультурой, да, вот утром встаю, так руками помашу. Так, 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 за ушами где-нибудь почешу. Ну, для того, чтобы хотя бы проснуться. А в качестве напутствия начинающим футболистам легенда напоминает. В футболе нужны не только ноги, но и голова. Валерия Саенко, Арсен Горчаков, 6 канал.